Бассейн «Спартак» впервые принял участников движения ГТО, учеников лицея при УЛГТУ, которые решили выполнить нормативы по плаванию на 50 метров. Мы заключили соглашение с региональным оператором ГТО и на основании этого соглашения мы предоставляем на безвозмездной основе поплавательные дорожки для сдачи нормативов. Также мы разрабатываем меры стимулирования и поощрения обладателей значков «Отличие ГТО». Путь до знака «Отличие ГТО» включает основные дополнительные испытания. Это короткий длинный бег, обязателен силовой блок, подтягивание отжимания, у мужчин рывок гири. И, конечно, проверка на гибкость. Она включает наклон на гимнастическое скамье. А дополнительные вы можете выбрать на ваш вкус и умение. Челночный бег, прыжки в длину, лыжная подготовка, стрельба. В их число входит плавание. Хотелось бы пожелать всем, чтобы они дошли до своего знака. Ведь путь до знака – это не один или два норматива. Кому-то надо 9 нормативов выполнить, как основных, так и дополнительных. Кому-то чуть поменьше. Но все равно путь достаточно тернист и долг. Но, мне кажется, оно того стоит. Основная цель школьников, которые пришли на сдачу нормативов ГТО по плаванию – получить знак отличия, а с ними заветные баллы к ЕГЭ, чтобы без проблем поступить в высшее учебное заведение. Кстати, с этого года привилегии при поступлении имеют обладатели не только золотого и серебряного знаков, но и бронзового. Как сказал эксперт, молодым людям на золотой знак отличия необходимо проплыть дорожку в 50 метров за 50 секунд. Я пришел сюда, чтобы получить золотую медаль, а дальше с этой золотой медалью поступать в высшее учебное заведение. Но мы уже сдали все основные нормативы, и большинство дополнительных, то есть нам осталось сдать, вот только плавание. Это последний норматив. Система мотивации для сдачи нормативов ГТО совершенствуется. Так, работники некоторых предприятий могут рассчитывать на премию и стимулирующие надбавки. Напомним, чтобы получить знак отличия ГТО, необходимо зарегистрироваться на официальном портале gto.ru. После этого необходимо получить справку-допуск от врача. Только потом из личного кабинета вы можете найти контактную информацию любого удобного для вас центра тестирования, записаться и начать сдавать нормативы.